Одесса Спорт представляет о нашем спорте. Оперативно и подробно. Тайландский бокс. Сборная Украины подводит итоги чемпионата мира. И, конечно, футбол. Черноморец Металлург Донецк всегда интересно. Эти и другие новости через мгновение. Минувшая суббота в Одессе прошла под знаком Кубка Украины. По иронии судьбы, местный Черноморец в 1-16 финала получил соперники не кого-то из 16 представителей 1-й или 2-й лиги, а представителя элиты Донецкий Металлург. В первом тайме гости выглядели на поле поинтереснее наших земляков, но до острых моментов дело не доходило. Другое дело старт второго тайма, когда за две минуты одесситы забили дважды. Первый мяч на счету многострадального Лучиана Бурдужана. Второй после шикарного паса Ивана Бабко провел любимец местной публики Леонардо Дематос. Отойти от двойного удара в челюсть гости не сумели. А моряки до конца матча могли забить еще как минимум 2-3 мяча, но не сложилось. В общем, 2-0. Дальше идет Черноморец, с чем его и поздравляем. Дальше идет Черноморец, с чем его и поздравляем. Знаем свои проблемы на данный момент, стараемся их решить. Не все так сразу делается. Нужна немножко лавка хотя бы, чтобы было, чтобы можно было посмотреть. Чтобы тыл, тыл, нужен тыл, как говорится. Мы выиграли. Это кубок. Это всегда серьезно. Это всегда дает шансы на титулы, на попадание в Еврокубки. Первый шаг мы сделали. Постараемся так держать дальше. Ребятам не то, чтобы спасибо, а просто высказываю свое, скажем так, гордость и уважение за то, что они сегодня делали то, о чем мы договорились. Футбольный клуб Одесса на прошлой неделе провел сразу два официальных матча. По иронии судьбы, получились они абсолютно разными. В рамках чемпионата Украины среди команд первой лиги подопечные Андрея Пархоменко на своем поле принимали крепкое киевское «Динамо-2», которое, правда, старт сезона откровенно провалило. В первом тайме особенно опасных моментов у ворот обеих команд не наблюдалось, хотя острые прострелы и перспективные навесы имели место быть. Одесса сознательно отдала инициативу гостям, пытаясь забить на контратаках. Тем не менее, до перерыва счет на табло не менялся. Второй тайм горожане сыграли куда интереснее. Они неплохо комбинировали в середине поля, частенько запуская по флангам своих шустроногих нападающих и полузащитников. Грамотная игра в обороне и правильно выбранная тактика помогли Одессе сохранить свои ворота в неприкосновенности. Ну а в конце встречи хозяева поля были вознаграждены за старания. Константин Пархоменко классно пробил из-за пределов штрафной. Кипер гостей удар парировал, однако мяч подобрал Анатолий Опря, который и сделал голевой пас на Михаила Малина. 1-0. Кстати, Маленко Кипархоменко является воспитанником «Динамовской школы». К тому же и выступал за «Динамо-2». Таким образом, Одесса одержала важную победу и поднялась на 17-е место, отправив подопечных Андрея Гусина в самый подвал таблицы. К сожалению, не забили. Я думаю, тут игра была до гола. К сожалению, у нас было хоть и больше моментов, но мы не забили. А соперник воспользовался даже не 100% моментом. Момент пришел тоже неоткуда. Мы играли позиционно, ждали своего шанса, мы отдали инициативу, но справились в плане каком. У нас были в Малина шикарный момент в первом тайме, он выше пробил. Мы искали именно моменты, но было очень много технического брака. Но в втором тайме я в перерыве поговорил, что не надо бояться, так нужно раскрепоститься. И в втором тайме я считаю, что мы очень достойны и сильно сыграли. В рамках 1-16 Кубка Украины горожане в Свердловске сыграли с местным шахтером. Однако не сумели победить ни соперника, ни ужасного состояния поля местного стадиона. И уступили 1-2. На этом Кубковый путь Одессы и заканчивается. А что касается чемпионата, то 28 сентября наших земляков ждет в гости Ахтырский нефтяник. С наступлением осени в Одессе по традиции активизировалось мини-футбольное движение. Что и говорить, после жаркого лета любители поиграть в футбол в каком-либо из турниров массово переходят в залы. Один за другим стартуют различного уровня соревнования. Кроме того, начала подготовку к новому сезону и команда мастеров, представляющая Южную Пальмиру в первой украинской лиге. Это мини-футбольный клуб Одесса. С него и начнем. Итак, МФК Одесса возобновил тренировки 10 сентября. И нынче занимается в большей степени физической подготовкой. Конечно же, есть традиционные проблемы кадрового характера. Как известно, сегодня не так легко собрать сильный коллектив, игроки которого будут всецело отдаваться только ему и полностью откажутся от участия в городских соревнованиях. Впрочем, тем, кто готов к этому, президент клуба Игорь Халинин и даст шанс проявить себя на всеукраинской арене. Начинаем готовить молодую команду. То есть мы собираем молодых футболистов от 17 лет. И надеемся с этими футболистами дать им и будущее в первую очередь. Под них еще молодежь подсобирать. Сделать две команды. Одна будет играть в первенстве города. Вторая будет играть в чемпионате Украины. Хотя главная задача МФК Одесса состоит несколько в ином. Задача первая это, чтобы наш футзал одесский, городской, не ушел с карты Украины, как говорится. Потому что уйти проблем нету, а вот вернуться туда это уже проблематично. Ну и не менее важная новость для одесского минифутбола. На заседании с полкома федерации минифутбола Одессы, состоявшемся 19 сентября, президент МФК Одесса Игорь Халинин, в этой организации, отвечавший за детский, юношеский и женский минифутбол, единогласным решением был избран ответственным за проведение первенства и Кубка Одессы. Как утверждает Игорь Михайлович, на 29 и 30 сентября намечен Кубок Открытия Сезона, а сам чемпионат города планируется начать 7 октября. С этого чемпионата ничего не поменяется. В этом чемпионате все будет продолжаться, как продолжалось. Но уже людям будет раздана программа развития футзала на ближайшие три года. Со всеми турнирами, которые есть в городе, мы будем находить общий язык, стараться находить общий язык. Они все должны быть ассоциированными членами федерации минифутбола города. Это подразумевает себя, что они становятся коллективными членами. И тогда мы совместно со всеми турнирами, во главе которого будет стоять чемпионат города, начнем строить вот тот футзал, который нужен нашему городу. Что ж, с нетерпением ждем положительных изменений в городском минифутболе и желаем удачи одесской команде мастеров. С имперской роскошью приняла чемпионат мира по тайландскому боксу «Северная столица Российской Федерации». Интересны и новые тренды. Тайцы, которые на протяжении последних восьми лет начали сдавать позиции в пользу славянских тайбоксеров, стали безоговорочными лидерами форума 2012. Кстати, по сетке самые сложные финалы были именно у национальной сборной Украины, в которой тайцы попали в соперники в ключевых весовых категориях. В итоге улов нашей страны – две золотых, три серебряные и одна бронзовая медаль в классе А. «Было около тысячи спортсменов во всех весовых, в способе весовых категорий. Специалисты понимают, что среднее количество человек в весе у всех было 16. То есть каждый спортсмен провел, скажем так, с финальным боем, в среднем по четыре боя». Роговоцотный в весовой категории плюс 91 килограмм все три боя провел как тигр и заслуженно надел золотую медаль самых престижных в мире соревнований по Моэй-Тай. «Тяжелый бой был с первым, с Узбекистаном, спортсменом. Был тяжело настроиться на первый бой просто из-за этого. И второй бой был с Семеном Шалиповым, спортсменом из России. Ну, я с ним уже до этого встречался, выигрывал. И я уже, ну, тактически знал, что, как надо с ним делать. И, само собой, сам финал был нелегкий, как бы спортсмен очень высокий был. Можно сказать, большой. Тяжело было с ним, ну, боксировать». В финале Цотт не встретился с бойцом из Эстонии, которому не оставил шанса. А это значит, что парень, который до сезона 2012 выступал в более легком весе, теперь уже и чемпион Европы, и чемпион мира в супертяжелом. «После победы, я как бы тяжело сейчас сказать, завтра, не дай бог, случится что-то не так. И мы не сможем выиграть, и наши болельщики скажут, вот, вы там нам наобещали. Ну, мы будем говорить то, что говорят нам. Подошли очень многие тренера и сказали, вы знаете, эшелон плюс 91 килограмм, мы, так понимаем, надолго закрыт рогавой». «Ну, сейчас у меня, наоборот, огромное желание еще больше драться. Сколько я буду в спорте, это не знаю даже. Ну, я вижу свое дальнейшее, еще долго буду в спорте». Кстати, это было первое по счету золото спортсменов Украины, уже после того, как в финал проиграл тайцы капитан и основной вдохновитель сборной Константин Тришин. Однако бой Тришина и сама его манера восхитили всех специалистов, поэтому боец получил лицензию на Комбат Геймс, несмотря на второе место. «Но тем не менее Константин все равно остается капитаном команды и лучшим спортсменом. Президент федерации, доктор Сакчаев, после этого чемпионата сказал, что Константин Тришин, как один из самых зрелищных спортсменов Международной Федерации Мойтай, тоже завоевал лицензию на спорт-аккорд». Старшие товарищи вдохновили на яркую победу одессита Игоря Любченко. Сложнейший бой с тайцем. Сначала безоговорочное лидерство, потом Игорь подустал, поскольку работал в ринге первым номером. Но преимущество было, а руку подняли спортсмену Таиланда. К счастью, шум зала и апелляция украинцев сделали свое дело. На пьедестале впервые в истории Мойтай стояли два чемпиона мира. «Чувствовал за собой победу. Я пытался каждый раунд на немножко, но выиграть. Первых два раунда я уверен был 100%, что выиграл. Третий тоже. Ну, четвертый уже я больше работал, чем он. Немножко подустал, но после боя я был уверен на 100%, что я выиграю». Категории А остальной наградной актив сборной Украины выглядит так. Александр Прокуда – серебро. Михаил Василий Агло – серебро. Александр Олейник – бронза. Именно Василий Агло назвали открытием чемпионата мира. А в юниорской сетке украинцев ждал триумф. Из восьми завоеванных медалей – две золотые. Борьба за детскую парусную школу продолжается. Новость, которая на прошлой неделе всколыхнула интернет-издание Украины. Глава родительского комитета школы Елена Иванченко смогла прорваться к президенту Виктору Януковичу во время его визита в Одессу и рассказать ему, что школа, обучающая 150 юных ягцменов, в любой момент может оказаться на улице. «Обращение к Януковичу было, в общем-то, ну, поддержите одесских детей, на самом деле, потому что здоровье от детей – здоровье нации. Ну, давайте на это смотреть, наверное, как-то более глобально. Это вот не маленькая парусная школа, которая готовит спортсменов. Это, в общем-то, как уже Ирина Владимировна говорила, это действительно здоровье и здоровье нации, потому что дети – это наше будущее». Родители готовят целый список мероприятий. Они не одиноки в своем порыве. Тысячи неравнодушных одесситов с ними. Парусная школа – символ морской столицы Украины. Этим все сказано. Поддержать одесских хет-сменов едут олимпийские чемпионы Атланты Евгений Брасловец и серебряный призер Афин Георгий Леончук. Заслуженные мастера спорта – не одесситы, но они с любовью относятся к нашему городу и его парусным традициям. Кроме того, хорошая новость, сложный период. Традиционная ежегодная регата «Дружба», которая находилась под угрозой срыва из-за ситуации в Черноморском яхт-клубе, все же состоится. В это воскресенье Одесской областной федерации черлидинга исполнилось пять лет. Свой малый юбилей, самый заводной вид спорта отметил показательными выступлениями на фестивале черлидинга, который приняла у себя в стенах Академия спорта на Ленпоселке. Казалось бы, всего пять лет федерации, а сколько всего уже сделано? Вспомнить хотя бы два последних чемпионата Европы, на которых одесситки дважды завоевывали серебро. Пять лет для федерации – это мало, потому что за пять лет мы не можем не вырастить хороших тренеров и хороших детей, мы можем только их начать растить. Но для вида спорта это, наверное, все-таки какой-то маленький первый юбилей, потому что он появился. Из ничего уже есть вид спорта, в котором работают, побеждают около двухсот человек, в котором тренируют 15 квалифицированных тренеров. Я говорю про Одесскую область. Я считаю, что это уже достижение. Мы родили и вырастили уже достаточно взрослого ребеночка. На показательных выступлениях только лучшие из лучших – 17 коллективов, которые доказали свой профессионализм на соревнованиях различного уровня. От самых маленьких, которые, кстати сказать, выступают в качестве группы поддержки на играх детской баскетбольной лиги, до взрослых спортсменок, которых часто могут видеть одесситы на крупных городских мероприятиях. Вроде бы не соревнования, но все выкладываются по полной. Как не отметить такой всплеск позитивной энергии? Все команды получили призы за оригинальные композиции. А апофеозом праздника стала новость о том, что при Академии спорта открылась еще одна секция чирлидинга. Молодой и энергичный вид спорта растет и развивается, а это значит, что у него все только начинается. Муэйтай 20 лет назад мы еще были экзотичным видом спорта, а сегодня мы – авангард святого спорта. Национальная сборная Украины – триразовый чемпион свято, багаторазовый чемпион континенту, володарь Кубков свято и Европы. Украинская национальная федерація тайландского бокса – это 20 тысяч людей, которые проходят до новых перемен. 4 октября 4 октября во дворце спорта состоится турнир по самбо, посвященный памяти Роберта Бабаянца. Начало в 10.00, вход свободный. Желающие оказать помощь в проведении турнира могут обращаться по телефону 067-486-2672. Роберта Бабаянца